всем привет друзья мы на канале породные куры в оренбурге меня зовут вадим 10 февраля прошло вечернее кормление или идет вот к завершению подходит вечернее кормление какие девки уже накушались какие еще хомячат вот кто не следит за талией бубенит до последнего короче вот эти уже накушались прихорашивается там вот плохо через сетку видно тоже хомячат девки вот и такой небольшой видео обзор на фоне пушкинских курочек и ответим на вопрос который последние два-три дня похожие вопросы чем кормите и что делаете в том случае если скорлупа у яиц тонкая вот а сейчас люди начинают отбор яйца на инкубацию вот яйца хрупкие тонкая скорлупа зима это естественно если мы не будем помогать курёхом с кормом с добавкой вот то скорлупа будет вообще тонкая поэтому вот от правильного кормили кормление и зависит все это вот ведь у меня в таких вот майонезных ведерках прикручен вот известковая крупа а сверху была ракушка не уже сажали и так в каждом вольере сейчас добавлю ракушки в свободном доступе корм корм то с даю два раза в день утром вот и вечером а ракушка и крупка постоянно там в постоянном присутствии то не подходят видите молодец позирует как раз и какой надо она клюет но вот иногда лучше съедают крупку издельсковую иногда ракушку не поймешь поэтому сыплю туда и то и то покупал сначала небольшими пакетами вот там по два килограмма у них на фасованы получается этих два килограмма где сто рублей где восемьдесят рублей не выгодно а вот этот последние разы взял по мешку мешок крупки большой мешок 400 рубля мешок ракушки 500 рублей то есть этого мне на всю зиму с головой хватит намного экономнее получается взять большой мешок чем вот этими пакетами таскать вот как то так а корм дроблю значит зерносмесь ну покупая раздельно потом смешиваю вот и дроблю пшеница ячмень и кукуруза дробится и в ней в эту смесь добавляют целые недробленные проса овес и семечку я уж неоднократно говорил вот и смачивается это все фузой и вот они с удовольствием все поедают ну там естественно и этот мясокосная рыбная мука да вот накушалась вот такие вот кто там говорит пушкинские дикие вот видите иногда они бывают спокойные когда часто с ними общаясь вот а вообще да кипишные не но в этом году они у меня поспокойнее этот сыграл роль казанский петушок вот до до того как до казанского петушка когда другие петухи были вот потомство кипишнее были эти вот прям вот видите прям могу вот как близко снимать вот как красавица какая тут 9 курочек прошлогодних 3 молодки а 4 молодки 13 курочек тут вот такая семья на этом корме значит неслись хорошо очень хорошо неслись но вот неделю провалились провалились все все из без исключения породы неделю бастуют за исключением царской сельской но я еще грешу что как раз с неделю назад я убирался когда вот формировал семьи амируканов тоже перестали нестись но от амируканов второй день как занеслись вот и вот может быть когда убирался выпускал их туда ну короче погонял я тут маленько чистил вот может быть это еще сказалось что что потревожил может фиг узнает решили отдохнуть вот бабешки короче если жизнь на марсе нет ли жизни на марсе науки про то неизвестно вот и нам неизвестно чего не забастовали ну вот с неделю где-то так три-четыре яйца а было восемь девять и раз десять вот вот от семьи от от этой конкретно вчера вот четыре было сегодня только одну взял еще но там вот сейчас сидят да девки сидите вот 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 видите как вот видите как какая собака вот вот ладно 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 мы кино снимаем вот перебаламутили вот тук видите шестой час только второе яйцо вот провалились ну да вчера четыре было вчера у этих было четыре а у тех по пять вот ну я думаю восстановится это что то что то у них случилось но вот еще пошла и вот кстати вот вот о птицах видите там мне делали замечанию у вас мало гнезд вот будут лезть в одно собаки такие вот сейчас полезет на нее о пошла туда же пошла вот ну вот и там полезно ну процесс просто передохнуть на захотели о как ты запел как витас вот так ну и по поводу посылок отправьте почты отправьте почты ага это яйцо вы понимаете отправить почты это лотерея это лотерея хотя я сам прошу иногда чтобы если что то найду там что мне понравилось прошу отправить почты понимаю что это риск понимаю что это лотерея и поэтому вам говорю что лучше найти где то там поближе не обязательно вы найдете там пушкинскую может какая то другая порода они все приблизительно похожи это просто я а фиша он возмущается говорит пушкинские лучше просто я вот показываю пушкинскую больше и вы на нее клюете реклама поэтому что нибудь там поближе если есть не обязательно пушкинская пусть это будет какая то другая но вы будете уверены что вы ее все получите целое а это почта есть почта где то бросили пинули где то переостудили вот и все а яйцо стоит немалых денег обидно а потом уходит время рассчитываешь на это бац и в пролете а время уже ушло вот как то так конечно если кто то очень сильно хочет это идет на риск но он должен понимать что это его его риск а не отправщика вот вот как то так все буду закругляться а то это не видно я им мешаю я им мешаю вот до новых встреч пока 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 Продолжение следует...